Украинские военные передали останки тел погибших боевиков их семьям. Останки нашли в сентябре прошлого года, а после ДНК-экспертизы разыскали и родных. Тела им передали на пропускном пункте станицы Луганская. Тем временем перемирие на передовой по-прежнему не соблюдается. За минувшие сутки был ранен один украинский боец. Боевики обстреливали наши позиции в районе Светлодарской дуги и шахты Бутовка. И уже сегодня один раз открывали огонь возле Новолуганского. Но даже в боевых условиях украинские армейцы не забывают о сочельнике. Как будут встречать Рождество, расскажет Геннадий Вивденко. Церковь в поселке Крымская не работала более трех лет. Теперь здесь правит службу военный капеллан бригады. Поэтому рождественские праздники здесь пройдут как следует. Священник-отец Александр из Чернигово в прошлом подполковник армии. Принял санд, чтобы отправиться на передовую. Проводят рождественскую службу и обряд миропомазания военных. Потом будет время и для мирных жителей поселка Крымская. Мы хотим восстановить и традиции, чтобы люди приходили в храм, как до себя, к дому. Чтобы они приходили и видели, что Господь их не забывает. С началом войны местный батюшка сбежал отсюда. Отец Александр возобновил работу церкви два месяца назад. Как военный капеллан часто бывает на передовой. Никто меня не заборонит, потому что я виконую волю Господнюю. Вот подивите, вот это иконостас, который я сделал. Церковь туда не привезешь. А вот такой иконостас я людям везу туда. Моя зброя – хест. В церкви праздничный вертеп. Фигуру овец подарил местный предприниматель-художник. Тут, в Крымском, зачастую под огнем, работает творческая мастерская скульпторов. Попросили, мы им отдали. Всегда он выделяет, чтобы они не просили. Или краска, или шоу, он выделяет на деньги. Это безвозвездно, мы помогаем. Из Тернополя волонтеры передали военным 10 килограмм кутии. Вместе с письмом благодарности. Это в вакууме, она заморожена, она уже готова. Ей просто, как бы, смешать все ингредиенты. Она будет готова до вживания. Мы щиро дякуем вам за то, что не доступно бережете нас, свои семьи и Украину от врага. Бажаем вам, чтобы святая Резь Двохристовая принесла радость, счастье и такой довоочекованный мир. На позиции приготовили 12 обязательных блюд, но среди них и мясные. Солдату на передовую, это позволяет. С военнослужащим, так же, как и подорожающим, подорожжим, что позволяет не дотримоваться суворого коста. Но ребята дотримуются, в основном, тих религиейных свят и традиций, народных, которые склались. То есть, практически все в подразделях. В подарках волонтеров изюм, мак, орехи, мед – все составляющие рождественского ужина. В районе Бахмутской трассы с начала Нового года соблюдается тишина. Так есть возможность встретить сочельник. Геннадий Вивденко, Даниил Косаковский, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер из Луганской области.